Главное, не жёлтое, пожалуйста, не жёлтое офисные коридоры. О, блин. О, чёрт, между... Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами снова погружаемся в очаровательный, пугающий, интригующий мир The Backrooms. Уже в который раз мы с вами отправляемся в это страшное, непонятное путешествие. Уже вот столько игр по The Backrooms мы прошли, вы можете все их посмотреть, кайфануть, вместе со мной попугаться. И теперь мы играем с вами в игру The Complex, Backrooms Found Footage. Мы снова будем играть за кого-то, за какого-то человека, который просто оказался в этом непонятном месте. Вы уверены? Конечно, уверен. Игра спрашивает, уверены ли вы, что вы хотите в меня поиграть? Сентябрь 22, 1986 года. Где мы? Мы уже там? Нет. Нет-нет-нет, мы в каком-то комплексе. Это исследовательская лаборатория? Это как, знаете, есть такой YouTube-канал, забыл как называется, но там очень прикольные короткометражки делают, там целый сериал по The Backrooms. Неужели это игра от них или хотя бы про них, про этот комплекс, о котором там идет речь, где исследуют саму эту вселенную Backrooms? А, что? 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 Мы оставили камеру. И зачем-то включенный телек с шумом. Ну, мы любим смотреть шум, он нас расслабляет. Кстати, говорят, даже есть такое, что белый шум ставят при медитации, допустим, когда пытаются уснуть, такой приятный белый шум. Так, и вот мы оказались случайно в The Backrooms. Кто кашляет? The Complex. Блин, этот фильтр VHS-камеры смотрится так реалистично, как будто бы это реальная запись, как будто бы это есть такая локация, что это, мол, не 3D какое-то. Итак, у нас никакого интерфейса нет, даже интерфейса камеры. И теперь нам что-то нужно сделать, блин, как мы медленно идем. И зумить мы не можем. Мы ничего не можем. А бежать? Можем бежать. Что это за звуки? Что-то басит. Или это когда я иду по ковру? И, кстати говоря, он не мокрый, как обычно это принято. Вот, это очень странная конструкция, зачем это так сделано. Как будто бы здесь должны быть проходы, но их здесь нет теперь. Это ветер? Это ветер мне в уши бьет, когда я бегу. Так, 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 так. Хорошо, какая-то шахта. И мы, кстати, можем присаживаться. Окей. Ну, наверное, сюда нужно. Блин. О, странно. Строительные леса. Это кусок другого левела? Возможно, это кусок другого левела, но мы еще туда попадем. Я не знаю, какая это длина по времени. Сколько она будет занимать? Час? Или больше, или меньше? Или зависит от того, как я быстро сориентируюсь и найду выход отсюда? Кстати, подскажите, пожалуйста, те, кто шарит в лоре Backrooms. Кто-нибудь когда-нибудь из тех, кто туда попал, выбирался обратно? Наверное, это делали те ребята, которые снимают сериал по Backrooms. Мол, они же исследуют его. Они открыли портал. Значит, они могут и выйти. Так, а здесь почему-то другое освещение. Менее теплое. Вот туда пойдем, вот туда, сто пудов. Знаете, обычно в играх свет указывает, куда нужно идти. А здесь как будто бы наоборот. Надо в самое страшное место пойти. Блин. Господи, я как будто во сне. Знаете, во сне, когда ты пытаешься бежать, ты словно не можешь. Ты не можешь найти в себе силы бежать быстрее. И чем больше ты стараешься, тем наоборот медленнее бежишь. Как будто ты вязнешь в мокрой грязи, на которой ты стоишь. Не знаю, но здесь нет грязи. Но как будто твои ноги в чем-то вязнут. Что? Блин. Мои шаги как будто бы не мои совсем. Здесь будут монстры? И надо проверить, у меня стамина вообще есть. Как долго я могу бежать? Все, я больше не могу бежать. А теперь могу снова бежать. И теперь снова не могу. Хорошо, нужно восстанавливать, видимо. А как понять-то, мы восстановили до конца ее или нет? Так, ну такое ощущение, как будто я уже бегу назад. Очень быстро стамины расходятся. Надо посчитать. Надо посчитать, чтобы понимать, сколько я могу бежать. Судя по всему, не очень долго. Итак, пробуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А что, могу бежать долго? Теперь как будто бесконечно мог бежать, пока не повернул. Блин, я не знаю. Эта игра, походу, собирается у нас паранойю вызвать, да? Тут никого не будет, никакого монстра, вообще ничего. Пустота идеальная. И мы будем бояться сами своего же воображения. У меня есть фонарик, оказывается. Что? Почему я не могу зайти? Я не могу зайти сюда, ребят. А если выключить свет? Нет. Это край? И здесь не могу зайти? Очень интересно, это край. А зачем он здесь такой? Почему? Я думал, здесь какая-то процедурно-генерируемая система. Мы вообще никуда не можем пойти в эту сторону. Окей. Значит, здесь мир ограниченный. Мы можем здесь что-то найти. Главное это сделать быстро. И главное, не прийти в самое начало. Потому что я уже вижу вот это кишка. Такое ощущение, как будто я был здесь. Ну-ка. Так, ну ладно, сюда нет смысла ползти. Мы просто будем идти по краю, я думаю. Это самый надежный способ, идти по краю карты. А край вот. Знаете, у меня есть мнение о том, что такое Backrooms и почему он так популярен. То есть, почему он стреляет, по крайней мере, на моем подсознании. Потому что где-то в каком-то видео про конспирологию и так далее я услышал... А, я вспомнил. Это было про видео в интернете, где «Назад в будущее» трилогия предсказала 11 сентября. Кстати, если хотите, найдите это видео на ютюбе. Это очень прикольная теория, которая... Блин, очень логично выглядит. Когда ты слушаешь такой... Твою мать, это очень страшно. И так вот. Там была фраза. Я давно смотрел, но... По крайней мере, такая у меня мысль осталась оттуда. Что когда огромное количество людей во всем мире... Ну, чем больше людей, тем лучше. Концентрируется на чем-то одном. И желательно это что-то очень яркое. Например, катастрофа. То высвобождается какое-то огромное количество энергии. Как бы это уложить вот в эту концепцию Backrooms? Что это вообще такое? Я начал размышлять о том, что это за энергия. Куда она высвобождается. И что... Для чего она вообще нужна. И... Вот, например, Backrooms. Я представил, что большинство людей в современном мире... Работают в офисах. Это корпоративный мир. И все, что в их жизни есть, большая часть их жизни... Находится вот в этих стенах. Не зря Backrooms представлен именно в виде офиса. Такой, знаете... Запутанный. Непонятно куда ведущий. Бесконечный офис. Я был в таких офисных помещениях. Я не работал там никогда, но я был в таких местах, где... Ты прям... Лестница. Лестница? Нет, это не лестница. В таких местах... Прямо в другое место. Короче, что там говорил? Да, в таких местах, где прям вот реально такие коробки, в которых люди сидят, это очень угнетает. А представляете, вы находитесь там постоянно. Пять дней в неделю, если вы пять-два работаете. И... Ну, короче, большая часть вашей жизни... Блин, ну как внезапно все изменилось. И словно вот это огромное количество людей, которые работают в офисе, они как будто, знаете, подсознательно сконцентрировались вот на этом, на их личной трагедии, что они в некой ловушке по необходимости, они сами в эту ловушку зашли, потому что нужно, нужно зарабатывать деньги, нужно как-то обеспечивать себя и семью. И они попали вот в эту западню. И это забирает большую часть их жизненной энергии. И в итоге, вот эта энергия, на которой сконцентрировались все люди, создало за пределами нашего мира вот это. Понимаете, к чему я? Возможно, не понимаете, но я постараюсь как-то это дополнить. Ведь уже многие из вас, наверное, да, получив какой-то опыт жизни, заметили, что вселенная пластичная, она подстраивается под вас. Когда вы чего-то очень сильно хотите и прикладываете какие-то даже усилия к этому, оно как бы, знаете, жизнь награждает вас. Вселенная награждает, она делает то, что вы хотите. Причем в точности. Блин, как-то здесь неприятно становится. Все больше. Так вот, что если Backrooms создана... Я не претендую на канон. Я не знаю, мы бы там уже объяснили, откуда она взялась. Я не погружался настолько сильно, но это лично моя интерпретация. Что люди создали его. Это воплощение подсознания миллионов людей. Может быть такое? Это похоже на истину? Хотя бы чуть-чуть. Может быть, у вас есть какое-то свое мнение. Подумайте, скажите мне. Мне будет очень интересно почитать. Пишите комменты. А еще лайк поставьте, раз вы там внизу. Что? Вот как так получилось. Я закончил мысль. И начался новый чептер, словно... Это вот здесь. Что? Я должен это найти. Нет, оно вот там. Я думаю, у меня фонарь бесконечный. Я не буду его выключать. Потому что, дай бог, паника какая-нибудь начнется. И я забуду его включить. Или начну клацать по кнопкам. Это здесь. Это здесь. Где-то прям совсем близко. Но здесь же тупик, твою мать. Да. Ты играешь со мной. Слушаем. Оно здесь. Перестало. Оно играет со мной. Оно, блин, со мной играет. Я должен понять, что это такое. Блин, оно словно за этой стеной. Как же мне туда попасть? Оно прям за стеной. Сто пудов. Где-то надо вот так обойти. А захочу ли я это увидеть? Вот у меня вопрос сейчас возник. Захочу ли я встретиться с этим пикающим существом? Или механизмом? Или... Не знаю, что это робот-убийца какой-то. Но я надеюсь, что это какой-то терминал. Оно. Вот. Возможно, мы здесь сможем зайти. Да. Ооо. Ой, хорошо, что я не пошел дальше. Это лифт. Он ждет меня? Куда он меня повезет? Гоу. Он открыт. Чисто для меня. Чисто для меня такой вкусненький мерзкий лифт. Мы гоу? Ооо. Смотрите. А есть зум, оказывается. Оказывается, зум есть. Ой, я вообще представил, как было бы страшно, если я вам, не знаю, так... Вниз или как-нибудь вверх. Окей, это следующий левел. Мы продолжаем играть. Аааа. Блин. Вот не знаю, у меня сразу есть желание нырнуть в этот бассейн. Вода такая приятная. Ну, сразу как-то противоречит моей теории. Потому что кто мог создать вот такой мир? Мир бассейнов. Типа пловцы. Боже мой, большая часть моей жизни это плавание. Бэкрумс, уровень плавания. Так, я вижу там какую-то шахту, но не пойду пока туда. Пойду вот сюда лучше. Эта игра очень достойно сделана. И тут в принципе даже не нужны враги, потому что я сам спокойно себе придумываю все кошмары. А что происходит? Что-то происходит. Можно пойти сюда. И, кстати, это, по-моему, путь наверх. Или сюда. И тоже путь. Я не знаю, куда это путь. Но я увяз в этой воде. Я не могу бежать, к сожалению. Вставай уже. Блин, ну водичка очень приятно выглядит, согласитесь. Такая успокаивающая. Ладно, давайте пойдем сначала вот сюда, а потом вернемся в эту сторону, если что. Надо прислушаться. Такой звук, как будто бы ветер. И это прям уже солнечный свет. Ого, это небо. Нет. Я что, пришел? Я пришел туда же? Ну-ка, если я зайду снова. Что будет? Опа. Неужели следующий левел? Или нет? По-моему, это новое место. По-моему, это новый лифт я нашел. Вообще, на следующий левел. Сейчас Бэкрус, да, окажусь в желтой этой хрени. Нет. Как быстро я нашел. Это что такое, спортзал? Такой приятный чистый пол. Окей. Пойдемте сразу сюда. На удивление, я так быстро справился с тем левелом. Что это? Какая-то тряпка. Что это простынь? Уф. Нет. Нет, 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 нет. Что это? Я не понимаю, то ли это больница, то ли спортзал. О, автомат с колой. Но здесь ничего не будет, к сожалению. Сортир. А из сортира проход дальше. Надо же так. Это место ощущается таким линейным. Торговый центр. Мы пришли в торговый центр внезапно. И даже здесь есть карта. А. Карта... Господи, карта камеры такая мутная. Но здесь вряд ли будет показано, где мы. И вряд ли будет истинная карта этого места. Опа, смотрите. Это отражение мое. Окей. Пойдем в это красное место. А здесь никак. Сюда никак. Никак. Ага, ага. Ну да, реально все очень линейное пока что. И скоро будет еще один лифт. О-о-о. Жуть. Я вижу лифт. Или это не лифт. Я не знаю, что это. Но я сначала хочу посмотреть вот сюда. А, такой приятный свет. Такой ослепляющий. А, боже мой. Это всего лишь муляж. Это всего лишь такая панель большая, которая светит, имитирует солнечный свет. Отсюда нет пути назад. Есть только путь вперед. Наверх или вниз, я не знаю. А вот реально даже монстров не надо в этой игре. Хотя будет забавно, если в конце меня жестким скримером таким обольют, что я обоссусь. Окей. Что теперь? Удивите меня. У-у-у. Обеденная? Столовая? Ох, мы в отеле в каком-то? У-у-у. Да, это какой-то отель, кажется. А, нет. Игра заставляет меня на колени упасть. Здесь... А, здесь нельзя пролезть никуда. Тогда куда? Вот сюда надо? Так и здесь никуда. Я не в ту сторону пошел. Там был еще один проход. Бежим. Бежим, 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 бежим. Мы еще пока не устали. Во-первых, туда страшно даже смотреть. О! Фонарики включаются. За стенкой там. А эта скамейка же на потолке. Так не должно быть. Погодите. Я должен сходить сюда посмотреть. Здесь я, наверное, как раз-таки зайду в эту комнату, да? Ой, какая здесь узенькая. Погодите! Лифт? Однако, как я правильно сделал, что зашел сюда. И сразу на следующий этаж. Боже мой! Куда мне это все приведет? Я не могу понять. Открывай дверь, пожалуйста! Нет! Жди другой лифт! Я не готов. Я не готов к монстрам, пожалуйста. Уходи, уезжай. О, боже мой. Так, они начинают нагнетать еще больше. Так, они начинают нагнетать еще больше. Нет! Нет! Мы снова здесь! Теперь кто-то указывает нам дорогу. Куда мы сейчас придем? Кто-то дышит. Кто-то дышит. А куда нас ведут? Написано вот сюда. Дальше стрелки. Кто покажет мне? Неужели все по кругу идет? Так, что-то там мерцает. Стрелки мне дайте, кто-нибудь. Чувствую, что меня поимели, как будто бы. Ну, разве мы испугаемся по-настоящему? Конечно, нет. Чувствуете, да, как во мне храбрость лживая пытается дать о себе знать. Такая... А не, мы не боимся. На самом деле, очень страшно. Очень жутко. Мой мозг, мой враг. Хорошо, куда-то я иду. Куда-то я бегу. Ни одной стрелки больше не вижу. Ну, а те показывали в эту сторону. Просто идем. Просто идем, пока не увидим что-то. А это что там такое? Ага, это просто лампы. Просто лампы, просто лампы. Ну, кстати, в прошлый раз я примерно в таком же месте, как вон там справа, нашел лифт. Перестало. Лифт. Да. Мне напрягает, что неожиданно вот этот звук стих. Мы вернулись. Вы прикиньте? Это же та же самая локация. Зачем я... Почему я снова здесь? Почему? Какого фига? Стоп. Не сюда. Или сюда. Нет. Нет, нет, нет. Не сюда, не сюда. Дальше. Да беги ты. Да что ты такой слабенький? Неужели меня сейчас заставят еще раз через все это пройти? А зачем? Почему? Я что-то неправильно сделал? Пока это моя догадка. Единственное, что я что-то неправильно сделал. Ты снова здесь. Да будь все проклято. Может быть мне нужно было выйти? Нельзя было оставаться в лифте. Давайте попробуем. Давайте попробуем сейчас подняться. Я так понимаю, сейчас будет мир бассейна. И мы не будем выходить из лифта, а просто в нем останемся. Что будет? Вот сейчас. Вот сейчас нам все станет ясно. Сейчас нам станет ясна вся механика. И все стало ясно. Охренеть стрёмно. Фонарь. Фонарь не работает. Нет. А, работает. Он что-то очень слабенький. Он вообще не работает, как будто бы. А, блин. Я так понимаю, там вдалеке лифт светит. Бу! Это что-то новенькое. Давайте зайдем. Что, зайдем? Надо бы зайти, я думаю. Там снова бэк-румс, туда не пойдем. Это один из левелов бэк-румс. Район? Пригород? Что за прикол? Это самые козырные дома. Интересно, сколько стоит здесь жилье такое. Наверное, очень дешево. Зато никогда крыша не будет протекать. Ну окей, куда-то дальше едем. Дальше на небо получается? Если мы выше, конечно же, поднимаемся. Я вообще сейчас не знаю, что ждать. Окей. Какой-то интерьер. Такой приятный ламинат. Как будто сердце начинает колотиться, да? Судя по звуку. О-о-о, так. Ветер. Погодите, а сюда что? Хрен его знает. Но здесь ветер. Ветер может быть только с улицы. О-о-о, мы в доме. Смотрите, потолок. Блин, как прикольно. Еще было бы стрёмно, если бы я что-нибудь увидел в одном из этих окон. Это и есть бэк-румс со стороны, да? Вот что это такое. Это как куб. Посмотрите фильм куб. Там их целых три части. Очень прикольный фильм. Что, бэк-румс это целое строение получается. О-па, лифт. То есть это не просто абстракция какая-то. Это сделанное специально спроектированное что-то. Огромный механизм. Опять же, я не силен в лоре бэк-румс. Я лишь могу только интерпретировать то, что сейчас вижу. И из тех игр, которые я играл вместе с вами. Снег! Что за прикол? Так. Мы на Северном полюсе, кажется, да? И сейчас начнется что-то типа фильма «Нечто». Окей, заходим. Блин, здесь будет еще один лифт, получается. Просто лифтовая шахта, смотрите. Офигеть. И лифт номер еще тысячный уже. Ох, блин, странно. Я смогу выбежать? А, черт, не смог. Да было бы забавно. Я бы, возможно, игру сломал таким образом. Все, мы едем. Блин. Каждый левел меня просто удивляет. Главное, не желтое, пожалуйста. Не желтое офисные коридоры. О, блин. О, черт, между... О, 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 нет. Что? Опа. Глюк случился, и камера вернулась. Камера вернулась, а я, видимо, погиб. Да. Вот как оно случилось. Хорош. Очень прикольно. Блин, столько можно идей из этого сделать. Мне кажется, я не знаю, я жду, когда на Нетфликсе или где-нибудь еще появится целый сериал по Backroads, потому что из того, из тех маленьких крупиц информации, которые я знаю, там же люди выживают, строят целые лагеря, добывают ресурсы, защищаются от монстров и прочее, прочее, прочее. Можно столько всего сделать, и это будет очень дешевый сериал в производстве, поскольку нужны только актеры. И вот эта локация желтых коридоров, ну или каких-либо других, просто все, искусственные дик... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...